В Джевском районе состоялось выездное заседание Постоянного комитета Законодательного собрания по социальной политике. В ходе разговора было рассмотрено исполнение регионального закона об увековечении памяти защитников Отечества. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Вопросы сохранения исторической правды, памяти о событиях Великой Отечественной, воспитания подрастающего поколения на примере ветеранов, составили актуальную повестку Дня депутатов. Первым пунктом стала школа номер 7. Она с 2014 года является базовой организацией экспериментальной площадки Президиума Российской Академии Образования. Школа Кадетская. Ученики получают дополнительное образование по строевой подготовке, медицине, рукопашному бою, плаванию и другим дисциплинам. Центральным событием празднования предстоящего 75-летия Победы станет открытие комплекса советскому солдату, который будет одним из самых масштабных не только в России, но и в Европе. Мемориал увековечит имена 62 тысяч солдат и офицеров, павших в боях под Ржевом. Депутаты ознакомились с ходом его строительства. Депутаты Комитета по социальной политике убедились в том, что на Ржевской земле строится планово, не выходя из графика, величественный мемориал памяти советскому солдату, который будет иметь памятное и важное значение не только для жителей России, нашей Тверской области, но и для всей Европы и мира. Здесь же, недалеко от возводимого мемориала, находится еще одно памятное место, представляющее большую историческую ценность. Дом, в котором было принято решение о первом в ходе войны праздничном салюте в честь разгрома фашистских войск в Курской битве. Сейчас в нем располагается музей «Калининский фронт» август 43-го года. Он пользуется большой популярностью у туристов. Ежедневно его посещают десятки людей из многих городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы здесь всегда уделяли внимание этому месту, но сейчас проводится особая работа, связанная прежде всего с благоустройством вокруг музея. В музее есть экспозиция, вы ее можете посмотреть. Я знаю, что многие телезрители, ну не многие, а часть телезрителей уже была здесь. И нами сейчас проводится очень большая работа для того, чтобы привести в соответствующее состояние или положение деревню хорошего. Потому что во всех исторических документах эта деревня упоминается. Также в ходе поездки члены комитета посетили модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Зайцево, открытый в прошлом году. Он один из многих, которые сейчас планомерно возводятся по всей Тверской области. Это здорово, что такие появляются современные ФАПы на территории Тверской области. Последние годы же они все пришли в очень такое, не очень хорошее состояние. И, конечно, жители, я думаю, будут довольны, что появились современные ФАПы. И наши сельские медработники, фельдшера это, и врачи общей практики будут чувствовать себя комфортно в таких условиях. Кабинетная часть выездного заседания была посвящена обсуждению хода реализации закона о регулировании на территории региона вопросов увековечения памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. В частности, были приведены данные, что предусмотренную региональным законодательством для детей погибших участников войны и их сопровождающих компенсацию расходов на оплату проезда к месту гибели или захоронения родителей в прошлом году получили 11, а в текущем 5 человек. Средняя сумма компенсации составила около 10 тысяч рублей. А вот второй аспект закона, который касался книги памяти Верхней Волжья, вызвал ряд претензий. Указав на выявленные в ходе обсуждения недостатки, члены комитета рекомендовали правительству Тверской области в кратчайшие сроки разработать и утвердить порядок ведения книги памяти. Для этого предложено сформировать постоянно действующую рабочую группу. Продолжение следует...